Добрый день, вечер. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о автоматизации тестирования. Именно те ошибки, которые допускают новички, когда начинают заниматься новой для себя деятельностью. И минуточку буквально хотелось бы познакомиться с вами и узнать, какой у вас опыт, какие у вас уже были проблемы, пишете ли вы уже что-то, пишете ли вы автотесты, с каким языком знакомы. Напишите минус, если язык разработки не знаете никакой и не автоматизируете. Напишите название языка, с которым знакомы, и тот уровень автоматизации, который у вас сейчас есть. Не участвую, не участвую, да? Или пишите тесты и на чем, да? Селениум. Хорошо. Давайте еще. У нас 13 человек. На C-Shark, на Delphi. На C-Shark, кстати, автоматизация присутствует в сообществе. На Delphi уже давно ничего не видела, библиотеки не поддерживаются или не популярны. А C-Shark прям вариант, да. Хорошо. В основном у нас люди без опыта, поэтому я думаю, что... Ой, не то. А скорость чего? Секуля вот интересный инструмент, да, по картинкам на все случаи жизни. В Delphi скорость хорошая, да, но я о том, что на Delphi придется большинство вещей писать самостоятельно. Использовать готовые наработки не очень представляется возможным, потому что их не очень много. А это не самый популярный язык. Но то, что он есть, это вполне вероятно. Итак, что же такое автоматизация? Давайте я поделюсь своим видением. Автоматизация – это процесс, который позволяет в режиме автоматическом проверить программу целевую, которую сделали для нужд бизнеса. Без участия человека. Если человек нужен для каких-то промежуточных действий, мы будем говорить о полуавтоматическом тестировании. Таким образом, автоматизация – это разработка программы, которая будет проверять другую программу. Зачем нам нужна автоматизация? Когда мы разрабатываем какое-то программное обеспечение для нужд бизнеса, бизнес не стоит на месте. Современный бизнес очень динамичный, постоянно новые вводные появляются, новые идеи для развития. Приходит бизнес к разработке и говорит, слушайте, ребята, а вот все прекрасно, но сделайте нам здесь вот такое изменение. Или допилите нам какую-то другую функцию. Разработчики это делают. Успешно, но есть такой маленький эффект от их доработок. Может перестать работать то, что было до этого. И проверять снова и снова необходимо весь функционал, а не только то, что изменяла разработка. Это очень долго, это очень скучно, и тестировщики быстро устают от перепроверки одного и того же функционала. Для того, чтобы сделать это более гибко, более быстро, более стабильно, существуют автотесты. Автотесты обычно проверяют, собственно, тот функционал, который уже давно существует и сам по себе не меняется. Если функционал часто меняется, автоматизация чаще всего не применяется, потому что вам придется постоянно ее переписывать и проверить руками в таких условиях намного быстрее. То есть автоматизация это не серебряная пуля. Нельзя сказать, что вот сейчас мы все заавтоматизируем и тестировщики вообще не нужны будут. Нет, это магия и мистика, к такому мы никогда не придем. Автоматизация, она имеет свою зону применимости. И это надо понимать, когда вы начинаете автоматизировать. Так как у нас аудитория без опыта автоматизации, с последним вопросом мы скиднем. Сложности вряд ли у вас на подлете еще осуществились. Итак, вы понимаете, что автоматизировать нельзя совсем все, нельзя автоматизировать новый функционал или тот, который будет переписываться. Вы выбрали те операции, которые изо дня в день повторяются одинаково, не переписываются, не видоизменяются, но имеют шанс быть поломанными из-за доработок приложения. И решаете сделать их проверку автоматически, то есть написать приложение. Первое, с чем я сталкиваюсь, я разбираю фреймворки коллег, это то, что мы пишем то, что видим. Без опыта построения какой-то сложной структуры мы видим какое-то поле и начинаем описывать, как обратиться к этому полю. Тест-кейсы, если вы уже знакомы с опытом, с теорией ручного тестирования, вы знаете, что мы мимо одного и того же поля проходим много раз. Мы его используем в разных граничных условиях, классах, эквивалентности, мы мимо него проходим в разных проверках. Если мы каждый раз, когда проходим мимо этого поля, будем писать команду, которая будет находить это поле и рассказывать, как его заполнить, у нас будет очень избыточный код. Первый, самый эффективный, приносящий больше всего пользу способ построить ваши тесты, это такой паттерн разработки, это серьезное слово, если вы будете развиваться как автоматизатор, вы с паттернами будете много работать. Это пейдж-опчик. Это метод, когда вы способ найти поле выносите в отдельный класс и описываете эту инструкцию по нахождению поля единожды. В дальнейшем в ваших тест-кейсах вы уже используете метод, который знает, как находить поле в виде короткого заклинания единой фразы. Вы легко читаете ваши тест-кейсы, вы переиспользуете код, и если структура страницы или структура того объекта, с которым вы работаете, изменится, вносить правки вам не надо будет в каждый тест-кейс. Вы внесете это в единый класс, куда вынесена фактически карта ваших объектов. Запомните это слово, пейдж-обчект. Пожалуйста, используйте его обязательно как воздух. Это лучший паттерн, который просто у вас может быть. Ничего сложного, его применения на самом деле нет. Следующая ошибка, с которой мы сталкиваемся, это работа через UI. Очень логично и понятно, что когда новичок приходит в автоматизацию, он научился работать с элементами веб-страницы. И ему легче выполнить операцию через знакомый ему элемент. То есть, что я имею в виду? Вы приходите к ситуации, когда вам с клиентом, с каким-то человеком, зарегистрированным в системе, необходимо выполнить какую-то операцию. Например, удалить его, или добавить почту, или изменить ему статус, или присвоить какую-то иконку. То есть, абсолютно любое действие. Ваша цель вашего теста – проверить это действие. Но нельзя проверить действие с несуществующим клиентом. Поэтому сначала вы его создаете. Создать клиента можно абсолютно разным способом. Можно использовать интерфейс, то, что UI написано на слайде. Можно использовать базу данных, непосредственно SQL-м записать. Можно отправить API-вызор. Когда вы работаете через интерфейс, для вас более простым и понятным способом является работать через интерфейс. Но это очень нестабильно, это очень медленно. И это то, на чем вы в дальнейшем будете тратить много времени на поддержку этого процесса создания клиента через интерфейс. Это плохая практика. Через интерфейс мы выполняем только те действия, которые мы хотим, собственно, проверить, что они в интерфейсе есть. Все остальное мы делаем напрямик, через API или через базу данных. Все создания, все редактирования, все удаления через базу данных доступны. Знание базы данных – это отдельный навык. Если вы его не знаете, то вы используете API. API – это программный интерфейс. Это то, что вы в Developer Tools видите. Это вызов программного метода без использования браузера напрямую. Сообщение вы формируете в текстовом формате и отправляете в виде строкитами или JSON, XML, какого-нибудь сообщения. Оно намного более стабильно, реже меняется, реже формируется, быстрее отправляется. Если какие-то операции промежуточные вы используете несколько раз, нет необходимости каждый раз расписывать их по шагам. Все, что у вас есть желание написать дважды, необходимо вынести в общий метод. Это подход к разработке объектно-ориентированного языка, там, где переиспользование кода максимально эффективно. Структура кода в рамках вашего фреймворка становится немножко разветвленной. Вынесены описания объекта в одну структуру, вынесены последовательности операции в другую структуру, но при этом структура вашего тест-кейса остается линейной. То есть в вашем тест-кейсе не должно быть условных конструкций и циклов. Это позволяет легко анализировать результаты прогона и понимать ваше покрытие. По этому слайду есть ли какие-то вопросы? Все ли понятно? Если ничего не понятно, тоже хорошо написать минус, я тогда пойму, что подход надо изменить. Пожалуйста, обратную связь. Плюсик, минусик, плюс-минусик, что-то понятно, что-то нет. Следующая вещь – это зависимости. Большое количество статей, которые я видела, говорят о том, что тесты могут быть зависимы. Я бы хотела поделиться своим опытом, это мой практический какой-то экспириенс, который говорит о том, что зависимость именно между тестами – это не очень хорошо и при большом количестве тестов, а у меня количество тестов начинается с 500 обычно на проекте рабочем, ведет к непоняткам, ведет к ложным блокировкам, это когда я смотрю, что тест заблокирован и последующие тесты не прохожу и теряю таким образом дефекты. Зависимости предлагают строить следующим образом. Когда нам необходимо проверить редактирование клиента, предлагают не создавать клиента для тест-кейса проверки редактирования, а использовать того, который был создан при тест-кейсе на создание тестового клиента. При создании клиента мы проверяем большое количество, в норме, артефактов при создании клиента. Возможно, это отсылка уведомлений, возможно, это интеграционное взаимодействие с соседними сервисами, возможно, это дальнейшее отображение этого клиента, возможно, наши клиенты обладают какими-то специфическими значениями полей. Все эти проверки могут не мешать факту создания регистрации клиента в системе. Одно тест-кейс может быть помечен как зафейлин по каким-то коственным дополнительным атрибутам. Если у нас тест-кейсы будут зависимы, то при выполнении тест-кейса редактирования мы посмотрим, что создание не удалось, проверку редактирования делать не на чем. И выполнять проверку редактирования мы не будем. При этом формально нам ничего не мешает выполнять эту проверку. Мы спокойно можем взять старого клиента или созданного через API или базу данных, или созданного не совсем корректно с точки зрения создания, но при этом поля у него есть. Редактировать их мы можем. Найти какие-то новые дефекты мы можем. Если мы остановимся в нашей цепочке проверок после создания клиента, все дефекты, которые появились, которые существуют на этапе редактирования, будут существовать в системе намного дольше. На них будет основываться создание дальнейших операций. Клиенты будут от них страдать. Разработчик, когда придет их править, пройдет больше времени, а следовательно, сложность исправления будет больше, исходя из теории обратной связи. При правке придется делать в костыли. В связи с этим лучше операцию, которая нужна как пререквизит, и выносить как пререквизит. И создавать для нее отдельный метод. И делать этот метод без асертов, без проверок, без валидаций. Надо его делать на максимально стандартных данных, с минимальным количеством проверок успешности выполнения этой операции. То есть минимальной атомарной операции. Благодаря этому она будет выполняться стабильно, быстро, надежно. У вас не будет наведенных дефектов. То есть тех ошибок, которые вы видите не потому, что ваша цель не работает, а потому, что у нее на пути какая-то сложная операция не выполнилась. То есть чем менее сложный ваш код, тем стабильнее он работает. Тем меньше вашего внимания он требует. Тем быстрее вы можете писать новые тесты. Таким образом, мораль слайда зависимости. Если вы хотите использовать другой тест-кейс, как пререквизит, сделайте для него отдельный метод в блоке пререквизитов. И не вносите туда проверки. Вносите только само действие. С какой-то маленькой валидацией. Валидация, например, если мы делаем создание клиента через API-метод, это проверка, что нам вернулся 200-й метод. Если создание клиента не будет работать, вы узнаете об этом из соответствующего блока. Таким образом, и проверку покрытия вы также будете реализовывать намного более просто. Вам не надо будет разбираться, падение теста относится к этому блоку или к предыдущему блоку. Идеальная ситуация, когда руками и головой оценивать результаты вам не надо. Если тест упал, значит проблема точно в этой функциональности. Автотесты тестируют все. Еще одна проблема. Наши автотесты, естественно, умные ребята и могут проверить абсолютно все, на что вы их нацелите. Граничные значения, цвет поля, расположение поля, возможность обрабатывать разные кодировки. Вот все-все-все-все-все, что вы после курса базового тестирования можете придумать, все это можно загнать в автотесты. То есть ограничений приблизительно нет. А в чем проблема с таким подходом? Автотесты необходимо поддерживать. То есть они не живут там дольше полугода без вашего внимания. А целевое программное обеспечение, то есть то, которое мы тестируем, оно живое. Оно меняется. Изменяются типы данных, изменяются интерфейсы, изменяется последовательность кнопок, которые надо нажать. Добавляются проверки, убираются кнопки, сокращается путь. Это все нормально. И раз в полгода ваша экранная форма у живого развивающегося сайта обязательно каким-либо образом изменится. Если у вас тысяча проверок на этой экранной форме, каждую из них вам придется каким-либо образом поправить. Это очень долго. А если эта проверка еще и в каком-то другом виде тестирования проверяется, то вам придется дорабатывать не только автотесты, но и юнит-тесты, но и ручные тесты, но и интеграционные тесты. То есть на одну разработку разработчика вы выполняете от одной до четырех разработок тестирования. Откуда и результат, что тестирование надо по времени больше, чем разработки. Тот факт, который у менеджеров сносит крышу. Ну как это? Разработчик делает дело, и он нужен один. А тестировщик, он ничего не производит, но их надо в два-три раза больше. А именно из-за того, что мы докуплируем часто операции. Если вы автоматизируете приложение, сходите к разработчику и узнайте, а какие юнит-тесты у него есть, а какие проверки он внутри своего кода уже гарантирует. Возможно, половину ваших тестов не надо. Если у вас остаются ручные тестировщики, узнайте, а на что они смотрят глазами. Возможно, интерфейсные вещи вам проверять не надо, потому что тестировщику ручному это секундное дело. Зайти, посмотреть на экранную форму и решить, что она выглядит ок. То есть не надо проверять все координаты всех полей, между собой их сравнивать, и сравнивать, что больше никаких объектов нет. Это безумно долгая операция через год. А глазами это оценивается моментально. Возможно, какие-то вещи проверяют пользователи, бизнес-пользователи, когда проверяют ваше программное обеспечение. В таком случае, автотест тоже нецелесообразно делать на функционал, если он часто меняется. Если он стабильный, то можно сделать. Если нестабильный и надо там допиливать каждые 2-3 итерации, то оставьте это на лодку пользователям, у которых такие живые требования. Если вы через интерфейс решите проверить абсолютно все значения, которые можно ввести, то тесты будут выполняться очень долго. И вы будете не успевать за ночь их все прогнать. И если стендов мало, то будете друг другу мешать. Ручные тестировщики, разработчики и тесты. Выносить в автотесты имеет смысл только ключевые проверки. В первый момент кажется, что чего такого теста кушать не просят. Но когда у вас становится большое количество именно операций, которые покрываются, то 100 проверок на каждую операцию – это уже много. Выносите только действительно то, что ценно. Поломку чего заметят ваши пользователи с максимальным уроном. Возможен подход, когда на первых этапах, когда тестов мало, вы делаете проверку действительно большого количества данных. Этот подход называется ТДД – тестирование, управляемое данными. ДДТ. Data-driven testing. ДДТ. Data-driven testing. Когда один тест-кейс, то есть одна последовательность шагов на вход, принимает таблицу значений. Реализовать технически – это очень просто в цикле for each. Я говорила, что делать циклические структуры в тесте нехорошо, но это не относится к ДДТ. Это отдельный подход. У вас циклится не тест. У вас подход, который сам по себе предполагает, что ваш тест выполняется на большом количестве входных данных. Структура цикла выносится из тест-кейса в фреймворк. И таким образом вы видите большое количество тестов, а не один тест, который внутри себя выполняется бесконечное количество раз. И таким образом структура тестов не нарушается. То есть у вас одна операция выполняется на разных тестовых данных. В отчете вы выносите и название операции, и те особенности входных данных, которые вы подавали. И в отчете видите отдельный тест-кейс для каждого цикла. Это ОК с точки зрения покрытия. Таким образом, когда у вас операций мало, вы используете ДДТ. Когда количество операций растет, и по времени вы уже не успеваете за время между деплоями разработки или за ночное время выполнить все свои проверки, вы подходите с точки зрения тест-аналитика и начинаете резать и крушить все то, что было сделано раньше. Другими словами, оптимизировать свой объем тест-кейса, убирая лишние дополнительные, либо не очень важные проверки. Тестовый стенд с моей точки зрения это совокупность всех программных единиц, которые нужны для того, чтобы ваша программа работала. То есть это собственная программа, которую вы тестируете, это база данных, которая к ней нужна. Если ваша программа общается еще с какими-то другими программами, то эти программы или заглушки должны быть. Если она общается с какой-то шиной, то эта шина должна быть. И шина должна принимать и отдавать ответ. То есть все те приложения, которые в связке работают, для того, чтобы ваша программа выполняла свою задачу. Я ответила на ваш вопрос. То есть тестовый стенд это развернутые все приложения. Если ваше приложение не изолировано, то установить только ваше приложение недостаточно. Оно не сможет выполнить все операции. Покрытие – это те бизнес-операции, которые вы проверяете по сравнению со всем количеством бизнес-операций. Можно покрытие делать относительно кода. Вы как автоматизатор, вам доступны оба пути, то есть покрытие функционала и покрытие кода. Здесь вы можете выбирать, как вам удобнее. Очень интересная тема. Тестов может быть много, но они могут покрывать какую-то маленькую часть всего функционала. Следите, пожалуйста, за этим, чтобы тесты были разнообразными. Тестирование без плана. Вначале, когда вы делаете так называемый пилот, пробуете, что ваши тесты работают, что они стабильные, вы можете делать то, что вам понятно. Это нормально, это абсолютно все так начинают. Но в какой-то момент, когда вы почувствуете технически себя уверенным, что окей, я умею интерфейс подключить, я умею IP подключить, у меня на базе данных уже что-то есть, я понимаю свои возможности, имеет смысл отвлечься от кодинга и заняться планированием. На этапе планирования первая вещь, которую надо себе представить, это пирамида тестирования. Есть такое понятие, как гора фути. Если вы интересуетесь тестированием, читаете обзоры, посещаете конференции, вы наверняка ее видели. Гора фути и мороженка. Такая старая модель, которая говорит о том, сколько должно быть тестов на разном уровне тестирования. А именно GUI, графический пользовательский интерфейс, это то, что мы с вами сейчас видим в моей презентации. То, что вы видите, когда открываете любой сайт или любое доступное приложение. API – это обращение программного интерфейса. Это то, что вы не видите, без технических вспомогательных свойств. Проще всего в браузере нажать F12 в хроме, в E, по-моему, F11, Developer Tools меню в любом случае, и посмотреть на вкладке Network. Там вы увидите обращение между браузером и самой программой, веб-сервисом. Это API. Или юнит-тест. Это те методы, которые работают в вашем приложении. Те, которые вы не сможете запустить, увидеть без среды разработки. Каждый из этих слоев задействует разное количество программных средств. Юнит могут запуститься, не требуя большого тестового стенда. То есть они не требуют соседних программ. Они работают на заглушках. API, оно уже более требовательное к инфраструктуре. Вам уже веб-сервер нужен, и вам уже нужен инструмент, который умеет посылать посылку в этот веб-сервер. GUI еще более требовательное. Помимо веб-сервера, он требует некий браузер для адресовки того сообщения, которое он получил. Эти все слои, они по-разному трудоемки. Что такое заглушка? Заглушка – это имитация вашей программы. Представьте себе некий сайт, который вы пишете у себя на компьютере для, например, вашего университета или вашей работы, который будет красиво отображать даты рождения всех ваших соучеников или коллег. Вы красивую страничку рисуете, картинки, котики, циферки разными шрифтами, графику, взрывающиеся всякие салюты для того, чтобы в зависимости от дня календаря для тех коллег, у которых день рождения, отобразить красивую поздравительную открытку. Это все вы можете сделать у себя на компьютере. Но у вас на компьютере нет базы данных ваших коллег. Она есть у отдела кадров. Для того, чтобы иметь возможность протестировать это взаимодействие, вы у себя на компьютере можете быстренько развернуть маленькую базу данных, буквально на одну табличку, и обращаться к ней. В этой табличке будет целая одна строка, один столбец с датой. Обращаясь к базе данных, к одной табличке с одним полем, вы будете получать какую-то дату и рисовать или не рисовать поздравительную открытку. Это заглушка. То есть это заглушка базы данных, большой-большой базы данных, которая есть у отдела кадров. Отдел кадров не отдаст вам свою базу данных, там секретная информация. И вы делаете заглушку, то есть имитацию большого куска кода, большого приложения, большой инфраструктуры, информация из которого вам нужна для работы вашего приложения. Но у вас нет этого большого куска, и вы имитируете его минимально возможной реализацией. Другая заглушка, которая может быть. Вы хотите синтегрироваться с Яндекс.Картами. Но Яндекс.Карты вас забанят, если вы будете очень часто отправлять какую-то дурацкую информацию. А пока вы разрабатываете свою тулзу какую-то, свой плагин, у вас всякое может произойти. Для того, чтобы не мешать промышленной версии Яндекс.Карт, у Яндекс.Карт есть возможность запросить у них МОК-сервис. То есть не настоящую Яндекс.Карту, а имитацию, ту, которая не будет видна всем пользователям. И вы спокойно на ней можете отлаживаться. МОК – это более большая заглушка. Она имитирует работу настоящего приложения, но не является настоящим приложением. Итак, мы вспоминаем про гору Фути, которая говорит, что UI-ных тестов должно быть очень мало. Они очень тяжелые. Обычно UI-ные тесты делают ручные тестировщики и совсем плохая практика делать автоматизированные UI-тесты. Их должно быть буквально по одному-две штуки на каждую бизнес-операцию, не больше. Дальше, чуть побольше, должно быть API-тестов. API-тесты – это те, которые не используют графику, а общаются программой с программой. И совсем много должно быть юнит-тестов, потому что юнит-тесты, они стабильные, их редко надо править. Они быстрые, они не зависят от того, что в окружающем мире вокруг вашего приложения происходит. Юнит-тесты чаще всего пишут разработчики. Но вы также их можете писать по договоренности с разработчиками. Автоматизатору это доступно. То есть язык разработки, если совпадает, вообще проблем нет. Методика написания юнит-тестов немножко отличается от того, что вам рассказывали в ручном тестировании. Но там не rocket science, прочитав методичку или сходив на соответствующий курс. В курсах по Java у нас есть разделы, которые позволяют написать юнит-тесты грамотно. Вы сможете их также писать. Если вы останавливаетесь на уровне API, то объем юнит-тестов вы обсуждаете с разработчиком, как я уже говорила. И таким образом вы планируете свое тестирование. Все, что не касается конкретной интерфейса, то есть отображения кнопочек, наличия кнопочек, способность нажать кнопочку при определенных условиях. Вы тестируете с API. Вся логика, все, что происходит на стороне сервера, тестируется через API. Крут – это не юнит-тесты. Под крутом имеется create, read, update, delete операции. Это логика. Она может относиться как к мелким операциям, так и к большим операциям. Например, я обычно с финансами работаю, банки, либо инвестиционная сфера, а там любая операция создания – это адский ад и трешак. Это вызывается 10-15 методов. Поэтому сказать, что операция create – это юнит-тест, нереально. Под юнит-тестом может пониматься операция создания, если ваш метод создает что-то. Например, создает карточку. Но в рамках создания операции пользователя создание карточки может быть одним из 10 шагов. То есть если у пользователя пакпорт нормальный, если его нет в фрод-системе, если у него нет открытых счетов, если ему больше 18, если, 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 то создать карточку, то отправить сообщение во смежные системы, то отправить сообщение с подтверждением, то отправить информацию в центральный банк. Все, что я перечислила, это операция создания на уровне бизнеса. Создание карточки – это юнит-проверка, юнит-операция на уровне метода, который создаем карточку. То есть крут можно применять на разных уровнях. Я надеюсь, сейчас было понятно. Крут сам по себе – это мнемотехника, чтобы не забыть ни одну из операций. А применить ее можно на разных уровнях. И на API, и на юнит, и на ГОИ. Так, пирамида тестирования. Интерфейса меньше, API больше, юнит больше всего. Если юнитов нет, это зона ответственности по умолчанию разработчика, то вы начинаете с API, и максимум проверок делаете на уровне API. Что вы не включаете в свой план? То, что скоро изменится. Что скоро изменится, вы узнаете у менеджера о планах бизнеса. То есть разработчик об этом еще может не знать, менеджер уже знает. И в таком случае вы тот функционал, который скоро изменится, вы ставите на самую дальнюю очередь. Например, у меня сейчас есть операции, которые надо тестировать, реально надо. Те же операции создания, да, крут, create, create, update, delete. Ну, я их откладываю и не делаю. Почему? Потому что, в принципе, мне есть что делать. Это API-тесты, это SQL-ные тесты. А интерфейс скоро изменится. Поэтому возможность пользователю нажать все кнопочки, чтобы создать какую-то там сделку, я пока не проверяю, потому что они все равно изменятся. И это та история, где перестановка мест слагаемых реально меняет тот объем проверок, которые через год у меня будут работоспособными. Если я сейчас начну тестировать UI-ные проверки, создание сделок, то через год они у меня испарятся, потому что интерфейс перепишут. А те проверки, которые я сейчас пишу на уровне API и базы данных, они останутся, потому что планов их менять нет. Поэтому следите за тем, что планируется менять, выбрасывать, либо просто переделывать. Есть функционал, который только вчера написали. Этот функционал имеет шанс быть измененным. Бизнес-пользователи им попользуются, дадут обратную связь, ее примут к сведению и, возможно, решат изменить, так, чтобы было удобнее. В течение полугода правки очень вероятны. Я знаю случаи, когда кнопку переделывали шесть раз подряд. То есть каждую неделю приходил заказчик, а теперь давай вот так, а теперь давай вот так, давай теперь вот так попробуем. И это был далеко не один заказчик. То есть несколько организаций очень трепетно относились к удобству интерфейса и много внимания обращали на то, чтобы сделать его максимально удобным. На картинке этого не видно. А когда ты начинаешь нажимать на кнопочку, ты понимаешь, что нет, это еще не верх юзабилити. И начинаешь ее переделывать. Это нормально. А когда у вас, не дай Боже, координатный метод, я там Секулю видела в списке того, что используете, Секулю, он ведь упадет, потому что он распознает картинку. Картинка изменилась, тест упал. Если это веб-драйвер, и разработчик изменит какой-то класс для того, чтобы изменить внешний вид кнопки, а у вас нахождение элемента по этому классу построено, то у вас тоже тест падает. Таким образом, начинайте с самых стабилизированных блоков. Второй момент, который вы можете применить в своей автоматизации, пообщаться с командами, не только со своей, с которой вы работаете, но и с соседями. Чем больше пользы вы будете приносить, тем больше вам ручные тестировщики и будут помогать, тем приятнее вам будет работать. Но это скорее политический момент. Чем больше вам говорят спасибо, чем больше помогают, чем больше набрасывают понятных тест кейсов, тем всем удобнее, приятнее работать и вам плюсики в парнике. Планирование – это реально важно. Больная моя тема – автоматизатор не разработчик. Есть две темы, которые доставляют мне очень много разговорных кейсов. Приходят автоматизаторы и начинают строить фреймворки, как у разработки. Это требует а времени, б – это сложно поддерживать другим разработчикам, то есть в это сложнее интегрироваться. И оно нестабильно, поскольку автоматизаторы – это все-таки не разработчики. Если бы вы были разработчиками с теми навыками, которые есть у разработчика, ставлю он 100 баксов, чтобы вы бы ушли в разработку. Даме зарплаты, другие задачи интереснее. Автоматизатор – это человек, у которого немножко другой угол зрения, немножко другие ценности, нежели у разработчика. Это тестировщик, которому важна ценность именно качества, стабильности, красоты, безбогованности. Выше, больше, нежели какие-то новые технологии. Не отменяя новых технологий. Но ценность именно стабильности, надежности, она немножко превалирует. Если вы будете постоянно гнаться за хайповыми вещами, неустаканенными фреймворками, либо постоянно менять свой фреймворк на более новый, вы, о какой стабильности можете идти речь. R&D – это сфера, которая пробует новые технологии. Она классная, она очень интересная, но она нестабильная. То есть наличие баков там вообще никого не удивляет. Автоматизация – это все-таки про надежность, про уверенность в том, что оно работает. Я против менять фреймворки чаще, чем работы. То есть когда вы приходите на новое место, окей, вы можете взять что-то новенькое. Но вы должны понимать, что у вас будет период стабилизации этой новой технологии, период грабель, на который вы наступите, период вопросов, которые вы не будете знать, как решить, и вы потратите время на то, чтобы их решить. Против хорошей, зарекомендованной вами технологии, где все понятно, где у вас все налажено, где вы руку просто даете на отсечение, что оно работает так, как вы сказали. Поэтому автоматизатор, он прекрасен, он знает много про тестирование, он знает много про фреймворки, разработки, но он все-таки не разработчик. Он не внедряет какие-то 10-уровневые фреймворки, не использует дофигища абстракций. Чем больше абстракций, чем больше наследований, тем менее прозрачен фреймворк, тем менее вы дадите даже зубы, не то чтобы руку, а за то, что мамой клянусь, оно именно так работает. Потому что абстракции, их тяжело удерживать в голове. И ошибок там, собственно, бывает. Поменяли один какой-то классик, а у вас поломалось совершенно в непонятном месте. Вот это та проблема, которая в разработке сейчас есть, вы ее начинаете имплементировать в своей автотестке. Поэтому я за разумный баланс. То есть в ОП есть не только КИС, но и ДРАЙ подход. Можете записать и почитать. Это два хороших слова в разработке. КИС, как поцелуй, и ДРАЙ, как сухой. Это подходы к построению своего фреймворка, своей архитектуры разработки. То есть разумный баланс между новинками, между уровнями абстракции и прозрачностью, и надежностью. Я задумалась над этим вопросом, когда каждый новый тестировщик, который автоматизатор, который приходил и брал чужой фреймворк, говорил, что это легче выбросить, чем поддерживать. Почему? Потому что система наследования требует изучения. Она не такая, что взял и стал сразу писать. Если разработчики к этому относятся с пониманием, что ну да, сложная архитектура, сложное приложение, надо действительно вникать и реверс инженеринг делать там часами, то у автотестировщиков нет понимания, нет понимания даже команды, зачем вникать два часа в то, что делает тест. Это же тест, это же просто. Если архитектура очень сложная, то здесь возникает конфликт. Нелинейность тестов ведет к тому, что говорят, что это легче выбросить, тесты чужие не хотят поддерживать, тесты устаревают и приносят больше боли, нежели пользы. Поэтому я за разумную такую немножко деревянность, если хотите, не боюсь этого слова, но она себя оправдывает, оправдывает именно стабильность и прозрачность. Ожидание. Ожидание, технический момент, очень понятный, если о нем знать. Что делает наш тест? Он нажимает на кнопочки, если мы говорим про UI-интерфейс. Или он дергает какие-то процедуры, если мы говорим, или методы, если мы говорим про API-тест. В реальной жизни каждая операция выполняется конечное количество времени. А программный код выполняется бесконечно быстро по сравнению. Программный код теста, потому что он очень простой. Программный код может опережать то, как работает сервер. Если операция очень сложная, а сервер очень нагружен, то на то, чтобы что-то создать, серверу может потребоваться от 10 секунд и до получаса. Были такие случаи. Ваш тест может потребовать проверки того, что создан объект уже через миллисекунду. Естественно, эта проверка будет зафейлена, потому что сервер еще банально не успел. Чтобы этого не произошло, ставят задержки. Самая простая задержка, подсвечена красными, это у меня тут немножко секунд-слип, но трет-слип это самая короткая штука, которую учат при первых шагах в Java-разработке. Тайм-юнит-секунд-слип уже более сложная структура. Ее минус в том, что она стабильна. В любых условиях, при любых обстоятельствах, в 15 секунд мы будем спать. Но тестовые среды бывают разные. Они бывают развернуты на вашей слабенькой машинке, они бывают развернуты на хорошем сервере, на тестовом, они бывают развернуты на промышленном сервере, там, где совсем много ЦПУ, памяти, вот это все летает. Но если вы везде поставили 15 секунд, так, чтобы самая тупая железяка успела, то тесты на хорошем сервере будут выполняться неоправданно долго. Это расточительно. Чтобы этого не происходило, в случае с Селениумом придумали специальные ожидания, которые ждут какого-то триггера, то есть какого-то события. Мы можем подождать, пока элемент станет видимым, пока он будет редактируемым, пока отобразится элемент в любом состоянии по локатору. То есть любые условные ожидания будут сокращать прохождение вашего теста, при этом случайно они падать не будут из-за того, что мы чего-то не дождались. Используйте, пожалуйста, условные ожидания, то есть ожидания, которые ждут какого-то признака, а не просто засыпают на указанное время. Тогда ваши тесты станут гибкие и будут проходить оптимально быстро на любом стенде, на котором вы их запустите. Локаторы. Локаторы относятся к Selenium WebDriver, но и в других фрейворках могут иметь место быть. В принципе, под локатором понимается та координата, по которой мы находим наш элемент. Если мы говорим про Web интерфейс, новички склонны использовать явный влог путь к элементу. И выглядеть он будет как коренной элемент, боди и далее, далее, далее все структуры. Этот локатор нестабильный. Через недельку, вторую или в других условиях вы по этому локатору найдете приблизительно ничего. Почему? Потому что современные страницы реагируют на пользователя. Они в зависимости от условий отображаются по-разному. Они очень часто меняются, добавляются, удаляются блоки, переструктурируются блоки. Поэтому указать прям последовательный адрес нереально. Нам нужен признак, по которому мы найдем наш элемент в любом месте. Айдишник самый хороший признак. Но айдишники все реже и реже используются в силу динамичности структур. Изучите хорошо регулярные выражения, либо экспасы. Они очень гибкие, это чуть ли не второй язык программирования. Там можно очень много вещей сделать. Там можно перемещаться по дереву вверх, вниз, но никогда не указывайте весь путь целиком. Искусство указать хороший локатор это искусство, которое приобретается с опытом. Если вы используете экспас, регэкс, экспас, экспас, туза экспас называется, так и называется, в хром-драйвере, вы заметите, что в части ситуации он отказывается вам предложить какую-то регулярку, либо какой-нибудь экспас для того, чтобы найти ваше поле. В такой ситуации использовать прямой путь, полный путь категорически нельзя. Это значит, что очень хитрая ситуация и непонятно к чему привязаться. А что в этой ситуации можно сделать? Можно договориться с разработчиком, чтобы он навязал какую-то метку, какой-нибудь атрибут текстовый, по которому вы будете находить ваше поле. Если других признаков ни вы, ни программные инструменты найти не могут. Таким образом, локаторы это очень важно, и потрудитесь отдельно научиться экспасом в высоком уровне мастерства. Это позволит вашим тестам быть стабильным. обработка ошибок. Тесты тоже бывают нестабильны и падают. Если у вас большое количество тестов и вы не обработали ошибки, то тесты будут останавливаться хаотично в месте ошибок. Если вы их обработаете и залогируете, то вы будете иметь возможность посмотреть результаты по всем тестам. Обработка ошибок через стандартную конструкцию try-catch, это несложно, это недолго, это достаточно понятно, это не единственный способ, но работает, и чего вы не увидите. Когда вы утром пришли и после ночного прогона тестов увидели, что первый же тест завалился с ошибкой, все остальные банально не прошли. Не сложно использовать. Отчетность. Отчетность это скорее про то, насколько полезны будут ваши тесты. Вы можете написать много тестов, но про них никто не будет знать, потому что непонятно, как их использовать. Ручные тестировщики, менеджеры не читают логи. Вам надоест читать логи, мамой клянусь через полгода точно, потому что падения будут одни и те же приблизительно. Поэтому обработка ошибок с понятной формулировкой не стек трейс, а русским английским языком. Признак, что пошло не так. Наличие в логах предусловий, то есть возможности отследить, что мы делали для того, чтобы вручную повторить этот шаг. это то, что сделает ваши логи полезными. Log4G очень простой инструмент. Поддерживается всеми фрейворками тестовыми, которые вы возьмете. Создаете логер, пишете туда инфо-сообщение. На любое действие записываете в логер русским английским текстом, а что сейчас произошло. После чего для разбора причины падения ручному тестировщику, разработчику, менеджеру, да кому угодно, не надо будет призывать вас, чтобы объяснили, чтобы вас произвели, чтобы помогли прочитать. Открыл тестировщик либо стажер, разбирать логи хорошо стажером. Они повторяют инструкцию, написанную в логе, смотрят, совпадают с тем, что они видят глаза и не совпадают, регистрируют дефект. Таким образом учатся описать тесты, формулировать мысли. Следующее с логики работы приложения. Это при условии, что у вас логи реально записывают операции, которые выполняли. Если вы ведете это в привычку, то вы скоро перестанете замечать, что вы пишете одну лишнюю строчку. Но это одна лишняя строчка сэкономит вам часы разборов логов с ручными тестировщиками. автоматизатор легко может избавиться от этой активности, если будет поддерживать логи. Stacktrace опять же непонятен даже вам, если нет предыдущих шагов. Что именно вводили, это важно. Не просто я отправил сообщение, а какое именно сообщение, это тестовый результат тоже зависит. С точки зрения кода это действительно не так уж много. Библиотеки для тестирования тот же TestNG G-Unit они содержат ассерт операцию, блок операции, разные ассерты, которые позволяют это многие вынести. TestNG очень рекомендую очень хорошую фреймворк, который помогает быстро, грамотно сделать отчетность и запуск гибкий. То есть сами тесты они вам не придумают, но вот эту вот обвязочку, а как запуститься придумают. Локальный запуск у себя на машине только тогда, когда вы захотели и отчеты только у вас, которые не транслируются никуда, которые невидимы. Это большая боль интеграции вас в команду. вы идеали, чтобы ваши тесты, автотесты, отлаженные, естественно, запускались после сборки целевого ПО. То есть есть у вас какое-то приложение, разработчик внес вправки, закомитил, и пошла сборка. После этой сборки может прилететь уведомление заинтересованным лицам, а могут запуститься ваши тесты, после чего прилететь уведомление. Лучше бы ваши тесты запускались. Второй вариант, промежуточный такой. Ваши тесты просто запускаются по календарю, по расписанию, то есть ночью, например, когда никто не работает, но в той же системе, где собираются разработчики, для того, чтобы это было видимо, чтобы видели, что у вас есть вот такая частота запусков. Так часто ваши тесты падают, вот с такими ошибками. CICD это девокс, это непрерывная интеграция и разворачивание программного обеспечения, это очень модная вещь, тоже очень рекомендую. Специалистам в этом быть не обязательно, но просто понимать точки, где вы можете интегрироваться и как использовать, очень полезно. Это смежная с автоматизацией сфера. Итак, все, что я хотела вам рассказать, это достаточно простые нюансы, о которых можно не задуматься и в лоб писать на Java, но которые действительно в корне меняют процесс автоматизации, выводят его на другой уровень. Для того, чтобы стать автоматизатором, надо учить язык разработки, любой. Статистику языков посмотрите, лидирует сейчас Python, далее JavaScript, далее Java. Тенденция по популярности у Python высокая, то есть он не так давно обогнал Java, но я опять же повторю, что область применимости. У Python это искусственный интеллект, у Java это enterprise решение, то есть те, которые бизнес заказывает для себя. Уровень, с которым надо учиться, это абсолютно другой, нежели у разработки, то есть поймите, вы не конкурируете с ними, вы такие же полезные, вы учите другие библиотеки, у вас другой майнсет, вы просто другие, не надо считать себя недоразработчиками и пытаться за ними у нас. Про PHP. Селениум поддерживает PHP. Я, если честно, мониторя активно рынок и вакансий и кандидатов, не видела живых автоматизаторов на PHP, они бесспорно есть. Ну вот если вам доступно упражнение, да, HeadHunter, он открыт, вы можете зарегистрироваться на свою личную почту и там сутки, пока вам не подзвонит менеджер HeadHunter, делать вид, что вы работодатель и смотреть резюме, которое ваши соперники размещают и посмотреть, кто представлен на рынке. Чаще все-таки это Python или Java. На PHP тоже можно, да. просто когда вы будете искать решение какой-то проблемы, у вас комьюнити будет меньше. И если будете менять работу, то возможно несколько будете ограничены. Ну, потому что я, например, по PHP-шников не беру, у нас степь другой. С разработчиками общаться надо в плане, что вы нам можете дать для переиспользования, чтобы какие-то операции мы не писали с нуля, а переиспользовали, не для тестирования, а для того, чтобы создать какие-то сущности, что-то в тестовых средах подготовить. Это очень полезно, но и с точки зрения юнит. И следите за новостями. Разработка и IT, они очень живо развиваются, постоянно что-то новое придумывают, новые версии выпускают, поэтому нельзя один раз выучиться и остановиться на этом. Постоянно мониторьте сообщества. Если есть еще вопросы, просьба задавать, либо приглашаю вас на мой курс, который начнется через две недели по воскресеньям. Мы изучим все, что надо для того, чтобы стартануть в автоматизации. Селениум выбран как самый простой инструмент для входа в автоматизацию. Мы рассмотрим принципы, мы рассмотрим все, что надо знать с точки зрения Селениума и веба, все элементы страниц, которые там могут быть, а также мы познакомимся с инфраструктурой, которая нужна, чтобы запускать автотесты. Это инструменты CICD запуска на Jenkins посмотрим, методы сборки, методы версионного контроля, то есть после десяти лекции, это пять дней полных, вы будете полноценным сотрудником, который автоматизацию от А, от планирования до непрерывной интеграции сможете обеспечить. Самое интересное сообщество Automated Testing, через черточку, по-моему, там статьи самые лучшие. Есть Software Testing, у них в основном переводные статьи, и с точки зрения автоматизации там я много чего не видела, там больше две ручки тестировщика, а вот Automated Testing хороший. Automated Testing Так, я секундочку затянусь до телефона, от статист с тем еще вопросы. Да, через черточку. Через черточку сейчас запишу. Вот так. Евгений, ждем. Хорошо, коллеги, спасибо большое, что воскресным вечером были с нами, и кто придет до связи. Удачи в развитии в автоматизации. Я минуточку еще тут побуду, если вопросы будут, то пишите. Давайте выключу. До свидания. До свидания. Субтитры Продолжение следует...